Военные учения Ирана на границе с Азербайджаном до сих пор вызывают горячие споры в обществе. Чего добивается Иран и кому отправляет месседж учениями, которые стартовали сразу после того, как азербайджанские пограничники начали останавливать иранские грузовики, направляющиеся через территорию Азербайджана к сепаратистам в Карабахе. Своим мнением по этому поводу поделился с Зеркалаас политолог Зардушд Ализади. «Иран проводит военные учения на границе потому, что хочет послать Баку месседж. Так сказать, со мной шутки плохи. Но я думаю, этот месседж не по адресу. Баку его не примет и не будет обращать на это внимание», — сказал эксперт. По его словам, причина провоза иранских грузов в Карабах заключается в желании иранцев заработать. Для них это деньги, бизнес. Стратегически торговля иранцев с армянами обоснована достаточно сложными отношениями Баку и Тегерана, полагает политолог. Все это происходит из-за сложных отношений Ирана и Азербайджана. Иран считает Азербайджан своей некогда оторгнутой территорией. Независимость Азербайджана, которая используется против Исламской республики Иран, недружественными режиму странами, для Ирана недоразумение. Иран считает для себя угрозой то, что население его северных регионов относится с симпатией к Азербайджану, подчеркнул Ализади. Политолог обращает внимание, что официально внешне обе страны демонстрируют друг другу дружелюбность, но на деле проводят политику, не совсем отвечающую интересам соседа. Азербайджанские власти тоже не совсем дружелюбно относятся к Ирану, держат дистанцию, опасаются использования религиозного фактора для влияния на светский Азербайджан, сказал он. Азербайджану следовало бы усилить свою торговлю с Ираном, чтобы необходимость торговать с Ереваном для Тегерана отпала, полагает Ализади. Все эти недоразумения с провозом грузов и военными учениями можно преодолевать после того, как шаг за шагом удастся найти урегулирование карабахского вопроса, заключил эксперт. В свою очередь политолог Ильгар Велизади сказал, что причины проведения Ираном учений ясны, ему не нравится военное присутствие Турции в регионе. Иран всегда проводил такую политику, с одной стороны говорил о том, что признает территориальную целостность, а с другой стороны сотрудничал с сепаратистами. Сейчас ничего нового не происходит, но теперь Азербайджан сильнее, а Турция в регионе влиятельнее, сказал собеседник Зеркалаас. Говоря о недовольстве Ирана участием Турции на военных учениях на Каспии, эксперт сказал, что военное присутствие – это постоянное пребывание в регионе. Турция не имеет военных баз на Каспии, а проведение военных учений не указано в тех соглашениях, о которых Иран говорит. Но парадоксальность ситуации заключается в том, что сам Иран не ратифицировал эту конвенцию, которая была подписана несколько лет тому назад. А конвенция вступает в силу только после того, как все страны ратифицируют ее. Так что иранская сторона должна молчать в тряпочку, сказал эксперт. Аналитик также добавил, что во время оккупации Иран на реке Араз построил гидроузел и никакие пошлины нам не платил. Лучше пусть он отчитается, что делал все эти 27 лет. Мы у них не требуем никаких пошлин, но видимо нужно было требовать, подчеркнул он. Редактор субтитров А.Семкин